В селе Костылиха возрождается старинный храм Воскресения Христова. Старинные здесь не только стены. В храме есть уникальные иконы, которые в годы безбожия бережно хранились верующими людьми, а теперь вернулись в Дом Божий. Подробнее о том, чем примечательна эта церковь, смотрите в сюжете наших коллег. В старых деревянных храмах есть особая поэзия ушедшего времени. Здесь, в селе Костылиха, в возрождающейся церкви в честь Воскресения Христова, живет память о предках нынешних односельчан. На переломе XIX и XX столетий они ждали и верили, что своя церковь в Костылихе будет. Божий дом с историей достался им с трудом. Построили деревянный храм в Арзамасе в 1642 году, и сначала он был шатровым. Затем его продали и перевезли в село Водоватого. А в начале XX века – в деревню Костылиху. Возвести церковь здесь до конца помешала Первая мировая война. Но в 1921 году, в послереволюционные годы, она все же была отстроена. Теперь храм весьма далек от своего изначального вида. Среди прихожан же есть те, кто помнит его с детства, кому родители передали преданность вере. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя. Я не здесь, не из Никольска, вышла замуж сюда, здесь жила. Ну, потом ходила, вот по деревьям, в общем, по домам ходила тоже. И я стала тоже ходить, молиться. И так постепенно всему научилась. И когда стали здесь служить, меня пригласили на крылости, и я стала со всеми петь. Они сами поют, они этого ждут, как необходимость, как воздух, как питье. Татьяну Федоровну Сухову петь на клиросе научила мама. Их семья в опасные для верующих годы нашла в Костылихе новое место для жизни. Это распятие сберегли жители села, в их числе и родители Татьяны. Животворящий крест, это из нашей церкви, он стоял у меня у матери дома. Напротив староста был, и он у ней в коридоре. А мать у меня тоже очень религиозно была. И она попросила, вроде, мы церкви нет, собирались дома служить, вот, например, у нас, у матери. И она попросила, вроде, все, ну, у вас он в клете там стоит, и вот. И мы, вот она взяла. А вот церковь открыли, мы принесли его. Этот крест сделал мой свекор Раскаткин Михаил Егорович. Он строитель, плотник всю жизнь. Он балалайки делал, дедушка у нас. И все равно он книжки читал святые. Крест был у них старый, он у них разрушился, сломался. И они его просили, он им сделал там, наверное, по тому, по старому кресту. Да, он вынимается. Варвара, Екатерина Великому ученицу, вот они, это тоже икона здесь и была. А у кого-то была в доме, потому что здесь храм был разрушен полностью. Там тут одни стены были, но вообще все разрушено было. И она здесь, а потом ее сюда принесли. И вот, говорят еще, мать державная, вот, она была у кого-то, у бабушки какой-то пиявочной. Как она к ней попала, это я не знаю. Она внукам сказала дитям, что когда я умру, снесите икону в Костролихинскую церковь, потому что она оттуда была. Вот, когда она умерла, они ее привезли сюда, ее привезли на машину. Очень старинный икон тоже. Нам, батюшка Александр, вот бы к ней бы прикладываться. Ну, вот бы где бы не быть пониже. Она же старинная, она молена, такая икона. Прихожане помнят, с каким воодушевлением все деревни помогали восстанавливать храм. Он наш памятник архитектуры федерального значения. Я 20 лет, как его установили. И мы сразу начали служить. Ничего не было, сами все ходили по деревням, собирали, просили помощи. И все вот, иконы, все вот мы уделали это сами. Вот, по никодилу купали, иконы, все, почвишники, все сами. Ну, конечно, старание было у нас, было у нас, радость велика. Храм строит у нас, предел строили потом, пристраивали. Полы меняли, что построили, потом красили. Мы тут все время были. Плотники тут у нас работали, мы ходили их. Поесть им носили, суп сварили, покормили. Бегали, бегали. Мы тут с душой работали. Довольно, очень даже, очень, до слез. Именно намоленное место, вот, потому, ну, особое в нем состояние, да, и сейчас мы все равно привыкли уже, ну, каким-то каменным уже храмом, да, редко, где уже сейчас даже встретишь деревянный храм, вот. Вот, и тем более старый, старинный деревянный храм, да, сама форма интересная в центре, восьмерик такой, да, не круглый, там, не квадратный, как мы привыкли, да, вот именно восьмиугольная форма именно центра храма. Воскресенская церковь в Костылихе остается самым старым деревянным храмом Нижегородской области, который помнит свою долгую историю и до сих пор преданно служит своим прихожанам. У нас очень хорошая церковь, старинная такая, и дышится легко, и благодать какая-то такая, в общем, намольная, она все равно, конечно.